Шестой традиционный футбольный турнир в памяти известного спортивного тележурналиста Владимира Кейлина собрал 39 команд со всей России. Соревнования проходят на стадионе «Волга». Именно здесь начинал свою тренерскую карьеру Владимир Михайлович, а последние годы возглавлял областную федерацию футбола. По словам организаторов, желающих принять участие в турнире было в два раза больше, однако спортивный объект не рассчитан на такое количество людей. Для иногородних команд было организовано проживание и питание. Турнир детский, участвуют в нем дети, на самом деле, младших возрастов. И то, что они занимаются спортом, то, что они общаются со своими сверстниками из других городов, это ведь не только обмен спортивный, а мы знаем, что каждый город уникален своими тренерами, своим взглядом на этот вид спорта. Любая команда уникальна, поэтому это прежде всего обмен спортивными тенденциями, во-вторых, это культурный обмен. Первая игра турнира закончилась победой команды Матвея, он ее капитан. Рассказывает, с мячом познакомился почти 10 лет назад, хотя изначально в руках держал клюшку, но в итоге полюбил футбол. Для того, чтобы показывать хорошие результаты, на поле тренируется 5 дней в неделю, а по выходным принимает участие в играх. Я очень доволен, что я забил сегодня два гола, и наша команда одержала победу за счетом 2-1. Ну, хотелось бы очень выйти в финал и победить, занять первое место. Родители и болельщики поддерживали участников. Для тех, кто не смог присутствовать на матче с поля, велась прямая трансляция в социальных сетях. Ну, правила футбола одни, судейство у нас квалифицированное, ребята все, которые участвуют в чемпионате города, области, обслуживают также Россию. То есть судейство квалифицированное происходит. И плюс еще проходит, грубо говоря, на этом турнире подготовка к сезону. Турнир продлится 10 дней. В финале победителям вручат кубки и медали. Кроме того, в каждой возрастной группе будут индивидуальные номинации – лучший игрок, защитник, бомбардир и вратарь. Анатолий Головко, Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.